В эфире авторская программа Елены Ланской. Слух и про себя. Иногда достаточно одного слова, чтобы стать бессмертным. Только надо знать, где сказать его. Они в центре внимания. Они узнаваемы на все сто. Их поле битвы – это политика, музыка, спорт, кино, балет. Они – публичные люди. Потому узнаваемы всегда и везде. Где и с кем живут, что предпочитают и что не приемлют. Как любят и ненавидят. Все знают о них все. Но так кажется. А мы решили представить их в ином ракурсе. И раскрыть еще одну грань их таланта. У нас звезды будут читать классическую и современную литературу. И, возможно, впервые вслух. Все то, что они трепетно хранят про себя. И о чем предпочитают не распространяться. Но в душе всегда останется место для чистого и высокого. Того, что дорого. Того, что только для своих. И пусть они не учились в театральных вузах. Это не важно. Важно, что это будет искренне. И очень лично. И это их выбор. Это их исполнение. Скрипач. Народный артист России. Солист Московской государственной академической филармонии. Лауреат ряда крупнейших международных конкурсов. Максим Федотов. Что такое быть счастливым? Знаете, я сначала скажу то, что когда-то мне понравилось на эту тему. Когда-то был объявлен конкурс на выражение, вообще, определение счастья. И победил Назым Хикмет. В этом определении, который сказал, счастье – это когда я с радостью просыпаюсь утром и иду с радостью на работу. Долгожданную любимую, с которой я тороплюсь, как можно сказать, домой. К своим любимому. Может быть, вот в этом есть какая-то гармония всего, баланс, да? И, вы знаете, для меня лично счастье может быть тоже нечто сходное. Потому что вот так сложилось, что я сам являюсь музыкантом, являюсь частью большой музыкальной семьи. И мои родители, и все вокруг меня, и все наши родственники так или иначе музыканты. И хорошие музыканты. И так посчастливилось мне, что и моя супруга, пианистка Галя Петрова, с которой мы, собственно, играем вместе. И все, всю же на нашу жизнь делим вместе. В общем-то, в этом, наверное, и есть для меня счастье, когда, ну, что-то личное, оно, безусловно, воздействует на творчество. А творчеством является и наша профессия, и вся жизнь. Во что вы любили играть в детстве? Я, наверное, не удивлю никого, если скажу, что я, как и каждый, наверное, нормальный мальчишка, не очень сначала любил заниматься на скрипке. Я гонял футбол, я мечтал быть, ну, не скажу летчиком или космонавтом, но точно я мечтал быть водителем. Знаете, я когда-то... Водителем? В смысле, я умел гонщиком или водить машину, там, вот в этом смысле. И мой отец был вот замечательный, знаменитый дирижер Мариинского театра, Виктор Андреевич Федотов. Вот я вырос практически и с детства помнил себя только в состоянии какой-то музыкальной среды. И только уже пойдя в школу и общаясь с другими ребятами во дворе, я узнал, что, оказывается, не все дети играют о каких-то музыкальных инструментах. Я был совершенно убежден, что все на чем-то играют. Вот, но по-своему я решил когда-то для себя эту дилемму. Я всегда присутствовал на репетициях, спектаклях, в Мариинке и так далее, тех лет. И, в общем, но при этом страстно мечтал водить машину. В детстве я еще очень много ездил на велосипеде. Знаете, я все подмосковье, ездил на велосипеде. Сначала обыкновенно, потом гоночном. Да. Ездил от Москвы до Загорска, например, по шоссе. Для меня это было совершенно нормально. Скажите, а в пять лет неужели вы сами придумали, что вы будете играть именно на этом инструменте? Да. Да. Вот что есть, то есть, без обмана. Я сам буквально заставил меня купить скрипку. Причем меня, мои родители пытались мудро отговаривать от этого. Я понимаю, что это была проверка как бы на прочность. И вот я помню, что отец улетел на полтора-два месяца куда-то, значит, на большие гастроли, купив мне скрипку в полной уверенности, что к его прилету уже мечты, в общем-то, рассеяться. Все войдется в привычное русло. Но он очень был раздосадован, когда к этому времени я уже играл какие-то там этюдики легкие детские. И, в общем, так оно и началось. К чему, видимо, предназначены, в то и втягиваются постепенно. Заставляли играть? И надо ли вообще заставлять? Ну, знаете, я убежден, что в наше время уж точно музыкой, и тем более таким другим инструментом, как скрипка, должен заниматься только тот, кто без этого умрет. Вот если без этого можно прожить, то лучше уже и жить чем-то другим. Что вы видели последний раз во сне? Если честно, мне вообще сложно вспоминать сны, потому что самые счастливые бывают вот такие сны – это отсутствие, наверное, снов и ощущение счастливого пробуждения. И ощущение того, что тебе что-то хорошее привиделось. Наверное, это все-таки я больше люблю, чем вспоминать сны ужасов, которые иногда действительно запоминаются. Какой пейзаж умиротворяет? Вызывает чувство покоя. Картина спокойного Адриатического моря. Вообще, надо сказать, мне очень любимы вот эти края. Надо сказать, что мы с семьей каждый год бываем в Хорватии. Не только зимой, когда играем, а и летом, когда и отдыхаем. И вот почему-то, когда попадаешь на какой-то остров дикий… Там, где нет людей, опять же, да? Там, где нет людей или люди совершенно спокойные, раздетые, расслабленные и просто смотрят на это море, вот там охватывает чувство того какого-то спокойной радости и, в общем, может быть, даже уверенности в каком-то бытии и завтрашнем дне. Так же успокаивает картина у нас на даче, например, из окна. А что раздражает? В сегодняшней действительности неправда. Вот подлог ценностей. Вот, мне кажется, одна из самых главных проблем-то, собственно, нашей жизни современной и здесь, сегодня в России, что постоянно делаются попытки смешать хорошее и плохое в одну кучу и в этой куче ловить какую-то там мыльную рыбку. Вот это меня действительно раздражает. Так что… Есть что-то, что вам в себе не нравится? Всегда хочется демонстрировать свои сильные стороны, а о слабых пусть говорят критики. Иногда же они путают. Зачастую, да, они могут спутать из-за чего-либо сильные, слабые стороны. Но, ну что, мне, конечно, не нравится в себе… Да что там говорить? Секрет. Секрет, да. Хорошо. Что вас может растрогать? Знаете, мне может действительно иногда до слез растрогать что-то очень яркое и талантливое. Вот внезапное для меня. Это может быть и просто талантливая мысль, которую я могу просто прочесть в книге или услышать там по телевидению, по радио. Это может быть какое-то очень… ну, знаете, не музыка как таковая, а вот какой-то новый интересный подход к известному произведению, да, тоже может вдруг растрогать и подрести. Ну хорошо, а выбить из состояния норма? Предательство. Неприятный звук. Да, пожалуй, нет. Знаете, неприятный звук… Я же сам скрипач. И наша профессия состоит сама из приятных и неприятных звуков тоже. Сама скрипка может издавать и скрип, и дивные звуки, обворожительные. И вообще все наши занятия состоят из приятных и очень неприятных звуков. Любимый запах? Аромат любимой женщины. Время года? Конец весны, начало лета. Время суток. Ой, вы знаете, вот сегодня уже даже не знаю. Я всю жизнь был совой. Всю жизнь. И вообще мы всегда ложились очень поздно и старались по возможности попозже встать. И мне казалось, что самое любимое время суток – это где-то уже поздний вечер, ночь, когда уже все спокойно, тихо и можно придержать самим себе. Кто двигает историю? Все-таки двигают личности. И сохраняют историю личности. Гений и злодейство – две вещи несовместные? Хотелось бы верить, что несовместные. К сожалению, совместные. В чем великодушие сильных? Прощение. Любимое место. Где лучше всего? Там, где дом. Выбор Максима Федотова. Стихи Александра Сергеевича Пушкина. О чем шумите вы, народные витии? Зачем анафемой грозите вы России? Что возмутило вас? Волнение Литвы? Оставьте! Это спор славян между собою. Домашний, старый спор, уж взвешенный судьбою. Вопрос, которого не разрешите вы. Уже давно между собою враждуют эти племена. Не раз склонилась под грозою то их, то наша сторона. Кто устоит в неравном споре? Кичливый лях или верный роз? Славянские ли ручьи сольются в русском море? Оно или иссякнет? Вот вопрос. Оставьте нас! Вы не читались и кровавое скрижали. Вам непонятно, вам чуждо, сия семейная вражда. Для вас безмолвны Кремль и Прага. Бессмысленно прельщает вас борьбы отчаянной отвага. И ненавидите вы нас. За что ж, ответствуйте за то ли, что на развалинах пылающей Москвы мы не признали наглой воле того, под кем дрожали вы. За то ли, что в бездну повалили, вытяготеющие над царствами кумир и нашей кровью искупили Европы вольность, честь и мир. Вы грозно на словах. Попробуйте на деле. Или старый богатырь, покойный на постели, не в силах завинтить свой измаильский штык? Или русского царя уже бессильно слово? Или нам с Европой спорить много? Или русский от побег, от вык? Или мало нас? Или от Перми до Тавриды, от финских ладных скал до Бламенной Колхиды, от потрясенного Кремля до стен недвижного Китая, стальной щетиною сверкая, не встанет русская земля? Так высылайте ж к нам пяти своих озлобленных сынов. Есть место им в полях России, среди нечуждых им гробов. Жив еще курилка-журналист, живехонек, все так же сух и скучен, и груб, и глуп, и завистью размучен. Все тискает свой непотребный лист, и старый вздор, и вздорную новинку. Фу, надоел, курилка-журналист, как загасить вонючую лучинку, как куморить курилку моего, дай мне совет, да плюнуть на него. «Движения нет!» – сказал мудрец-бродатый. Другой смолчал и стал пред ним ходить. Сильнее бы не мог он возразить. Хвалили все ответ замысловатый. Но, господа, забавный случай сей другой пример на память мне приводит. Ведь каждый день пред нами солнце ходит. Однако ж прам упрямый галилей. Поэт, не дорожи любовью народной. Восторженных похвал пройдет минутный шум. Услышишь суд глупца и смех толпы холодной. Но ты останься тверд, спокоен и угрюм. Ты царь, живи один. Дорогою свободной иди, Куда влечет тебя свободный ум, Усовершенствуя плоды любимых дум, Не требуя наград за подвиг благородный. Они в самом тебе. Ты сам свой высший суд. Всех строже оценить умеешь ты свой труд. Ты им доволен ли, взыскательный художник? Доволен? Так пускай толпа его бронит И плюет на алтарь, где твой огонь корит, И в детской резвости колеблет твой треножник. Духовной жаждою томим, В пустыне мрачной я влочился, И шестикрылый Серафим На перепутье мне явился. Перстами легкими, как сон, Моих зениц коснулся он. Отверзлись вещи из зеницы, Как у испуганной орлицы. Моих ушей коснулся он, И их наполнил шум и звон. И внял я небо содроганья, И горний ангелов полет, И гад морских подводный ход, И дольней лозы прозябанья. И он к устам моим приник, И вырвал грешный мой язык, И празднословный, И лукавый. И жало мудрые змеи, В уста замерзшие мои, Вложил десницею кровавой. И он мне грудь Рассек мечом, И сердце трепетное вынул, И уголь, пылающий огнем, Во грудь отверстию Водвинул. Как труп в пустыне я лежал, И Бога глаз ко мне воззвал. Восстань, пророк, И виждь, и внемли, Исполнись волею моей, И, обходя моря и земли, Глаголом жги сердца людей. Картину Расс высматривал сапожник, И в обуви ошибку указал. Взяв тотчас кисть, Исправился художник. Вот подбочась сапожник продолжал. Мне кажется, лицо немного криво, А это грудь не слишком ли нога? Тут апеллес прервал нетерпеливо. Суди, дружок, не свыше сапога! Есть у меня приятель на примете. Не ведуя, в каком бы он предмете Был знатоком, Хоть строг он на словах. Но черт его несет судить о свете. Попробуй он судить о сапогах. Нет, я не дорожу мятежным наслаждением, Восторгом чувственным, безумством, Иступлением, стинанием, Криками вакханки молодой. Когда, виясь в моих объятиях змеей, Порывом пылких ласк и язвы лапзаний, Она торопит миг последних содроганий. О, как милее ты, смиренница моя! О, как мучительно тобою счастлив я, Когда, склоняясь я на долгие моленья, Ты предаешься мне нежна, безупоенья, Стыдливо холодна, Восторгу моему едва ответствуешь, Не влемлешь ничему И оживляешься потом все более, более И делишь, наконец, мой пламень по неволе. Как вы себя чувствуете в роли чтеца в актерском качестве? Знаете, странно. Ну, так или иначе, Периодически приходится говорить, безусловно, Говорить какие-то иногда и речи со сцены, Давать интервью в микрофон, Или в студии, или на воле. Но, честно говоря, первый раз Вот так принципиально читаю Какие-то произведения. И пытаюсь преподнести Не свои и не музыкальные мысли. Стихи Пушкина читал скрипач Максим Федотов. Это была программа «Вслуха про себя». Меня зовут Елена Ланская. Пока. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Егорова